Вы знаете, когда я ехал сюда в гости к нашему другу и отцу с семьей ресторанов Альбер Сергею Васильевичу, меня посетило, ну, очень интересное такое размышление. Ведь каждое время года оно начинается с какого-то знакового действия. Допустим, зима. Мы готовим теплые вещи и начинаем уже планировать, как мы встретим Новый год. Весна. Девчонки одевают короткие юбочки, откровенные блузки. И лето. Как начинается лето? Лето, друзья, начинается с открытия летнего бара. И вот когда бармен говорит, друзья, я вас поздравляю, летний бар работает, то мы понимаем, что летний сезон начался. И мы готовы провести лето так, чтобы всю зиму, весну и осень мы вспоминали как о самом лучшем времени года. Программа Коза. Для тебя, как для генерального отца семьи ресторанов Альбир, что для тебя открытие летнего бара? Для меня, в принципе, семья ресторанов Альбир – это счастливые улыбки людей. Друзья, замечательный летний бар. Сумасшедший профессионализм наших барменов. Коктейли… Нет, я понимаю, что я люблю пиво, но коктейли такие. Кстати, друзья, есть пивные коктейли. Друзья, ну вот, наконец-то свершилось. И, видимо, это праздник, праздник в Альбире, который так и называется, открытие летнего бара, повлияло на то, что серый кардинал, один из лучших диджеев Украины, вот так спустился со своей звезды и говорит «Вова, я тебе дам интервью». Скажи мне, пожалуйста, имеет ли значение вот музыкальные произведения, которые вы, диджеи, запускаете в зимний период времени, там, в осенний, весенний и в летний? Для меня лично, для меня да, потому что на самом деле у меня музыкальное настроение всегда зависит от времени года. Вот летом я играю, конечно, всегда более солнечную, позитивную музыку. Например, пластинка танцевальных ремиксов «Мадонны», которую я привез из Греции месяц назад. Она сейчас полностью отображает мое состояние летом. Для меня летний бар – это, конечно же, летнее настроение, это разговоры о ближайшем отпуске. Нужно узнать, первое, можно ли поздравлять барменов с открытием летнего бара? Нужно! Мы вас поздравляем с открытием летнего бара. Мы поздравляем с тем, что вы можете сейчас находиться летом на воздухе. Все совершенно верно. Здесь более душевнее, как по мне. Становка больше позволяет пообщаться с гостем, нежели там. Пришел человек посидеть на бар, выпить пиво, коктейльчик, и завязывается разговор о том, о сём. Человек может о каких-то проблемах своих рассказать. Бармен же – это прежде всего психолог, правильно? Дело в том, что устрицы, на самом деле, имеют все различный вкус. И вкус этот, как правило, вызван даже не биологическим видом, как таковым, а регионом произрастания, регионом выращивания, условиями, в которых она произрастает, составом воды, в принципе, экосистемой, в которой она растет. И от этого зависит очень сильно вкус. Конечно же, вкус зависит и от размера, и от того, устрица дикая, либо же фермерская. Что для тебя летний бар? Летний бар, в первую очередь, это летние коктейли. Это большие коктейли, красивые, цветные. Летний бар – это куда ты, наверное, можешь просто подойти, выпить и пойти дальше, либо поехать по своим делам. Девчонки, ну мы наблюдали всем Альбиром за вами. По-моему, вы нас обманываете. Вы же не первый раз делаете коктейль. Нет, это первый раз. Было интересно делать то, что говорят ребята бармены? Невероятно, да. Какой коктейль, вот сегодня, в день открытия летнего бара, пользуется большей популярностью? Бахама Мама, Лилет, Санрайз, Спритц, Тики Натс, все, что из новинок, все пошло очень хорошо. Аку-аку, мне кажется, что это бедуины так знакомились с девушками. А Аку-аку, что входит в Аку-аку? Аку-аку. А, входит Аку-аку. Слушай, ну устрицы, это уже, ну, вип-сегмент. Ну, знаешь, это пока наш эксперимент. Фишка эксперимента в чем? Мы договорились с классной оптовой компанией. Альтбир не ставит на ценку, продает ребята из оптовой компании. Альтбир делает только одно. Шеф-повара Альтбира проверяет качество и свежесть. Цены ниже супермаркета. Разнообразие от нашей уважаемой скифи, которая стоит 29 гривен, до известных брендов Желлердо, Финдеклер, Франция. Они разные, они вкусные все.